Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Главные события дня. В Самаре предотвращен теракт. Мишенью боевика из Усть-Кенельского едва не стал полицейский автомобиль. Проводили зиму рекордом. 2000 блинов съели горожане только за полтора часа на площади Куйбышева в прощенное воскресенье. У православных христиан начался Великий пост. Он продлится семь недель и завершится Пасхой 16 апреля. Теракт в Самаре предотвратили в праздничные дни сотрудники ФСБ в результате спецоперации. Житель Усть-Кенельска планировал взорвать машину с полицейскими. Несостоявшимся подрывником оказался 20-летний парень, которого завербовали в запрещенную группировку «Исламское государство». В ИГИЛ его приняли по интернету. Пособники в Дагестане прислали ему инструкцию, как сделать самодельную бомбу, и перечислили 20 тысяч рублей на эти деньги. Он купил компоненты для изготовления взрывчатки. Дома молодого человека обнаружили детали бомбы и детонатор. Ранее он уже попадал в поле зрения органов безопасности как член запрещенной религиозно-экстремистской группы, которую ликвидировали в апреле прошлого года. Тогда его оштрафовали за размещение в сети интернет-материалов террористического характера. Сейчас мужчине грозит уже уголовное преследование. Следственный комитет расследует дело Самарского Раскольникова. Парень предположительно топором убил своих пожилых родителей. Их тела со множественными ранениями обнаружили в квартире 23 февраля. Тогда же дома был задержан 26-летний сын. Он проживал вместе с отцом и матерью. Заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Свою вину он признает частично. Следствие не исключает, что мотивом совершенного преступления было его психическое заболевание. В настоящее время им назначена психолога-психиатрическая экспертиза, результатом которой можно уже будет сказать, находился ли подозреваемый вменяемом или невменяемом состоянии в момент совершения убийства и после него. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварии, в результате которой мужчина получил сотрясение мозга. В пятницу, 24 февраля, 28-летний водитель ехал на автомобиле «Опель» по улице Дачной. Около 20-го дома машина попала в яму, которую припорошила снегом. Андрей Горгуленко с места событий. Инцидент произошел в 12 часов дня. По словам очевидцев, мужчина хотел припарковаться у дома, но попал в яму. Александр Мазалевский, который работает на Дачной 20, рассказывает, что яма здесь появилась недавно. Котлован зарыли грунтом, дорогу не починили, то есть асфальтового покрытия там нет. Какое-то время грунт просаживался, образовалась, собственно говоря, яма. Как сообщают сотрудники ГАИ, при этом сам водитель нарушил правила дорожного движения. Водитель привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.37. У него не было страховки. И по признакам нарушения водителям пункта 10.1 ПДД РФ принято решение об отказе в возбуждении административного дела. Сотрудники ГАИ советуют водителям быть аккуратнее на дороге в межсезонье. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События. Оттепель ушла, но обещала вернуться в Самаре области. Сегодня сильный снегопад ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок на автомобиле, особенно за город. Завтра синоптики прогнозируют плюсовую температуру. Коммунальные службы готовятся к капризам природы и его последствию. Гололеду, муниципальному предприятию благоустройства, управляющим компанией глава Самары Олег Фурсов поручил пристально следить за состоянием улиц, против наледи использовать реагенты, если же отколачивать лед, не в ущерб тротуарному покрытию особое внимание мусору, который появляется из подрастающего снега. А также очистки остановочных павильонов. Один из основных акцентов сейчас состояние ливневых колодцев. К их прочистке предприятий инженерные системы приступили еще в середине февраля. Уже очистили почти половину дождеприемников. Полностью мобилизовать все колодцы обещают к середине марта. Там же, где ливневых канализаций в принципе нет, а таких улиц в Самаре немало, будут привлекать спецтехнику для откачки воды. Вреди районов подтопление во дворах происходит. Это, в частности, Куйбышевский район. Нужно провести эту же ревизию. Там люди пройти где-то не могут, потому что затоплена проезжая часть внутридворовая. Значит, надо заказывать технику либо самостоятельно, либо привлекая наши предприятия на условиях взаимовыгодных. Значит, пожалуйста, за этим вещами следите. Вот надо выкачивать. В Самаре широко отпраздновали масленицу народные гуляния. В этом году по масштабу могут сравниться лишь с новогодними праздниками. Проводы зимы проходили во всех районах города. Центром стала площадь Куйбышева. Марина Матвейшина попробовала масленичные блины и встретилась с весной в гостях у Деда Мороза. Стой, кто идет! Это я, масленица! Да ну! Пришел! Пришел! Широкая масленица пришла и в Самару. На площади Куйбышева, кажется, собрался весь город. Самарцы провожают зиму весело, громко и ярко. С шутками-прибаутками и песнями-плясками. Сегодня я нахожусь на площади Куйбышева, где кушаю блины, пью чай, участвую в соревнованиях, смотрю концерты. Очень нравится. Вот покупаем, веселимся и радуемся. Вообще супер! Масленица классная! Мне очень нравится, что такое мероприятие более масштабное здесь. Круто! Все отлично, все хорошо организовано. Много народу, большие гуляния, много конкурсов. Детям нравится и нам тоже. Музыка, свежий воздух и хорошее настроение пробуждают аппетит. И, конечно, самарцы не остались без главного масленичного угощения – блинов. Очередь за блинами растянулась на несколько метров, но движется она очень быстро. К празднику испекли 2000 блинов и угощают ими совершенно бесплатно. Подкрепились, можно и удаль молодецкую испытать. Гиревой аттракцион, перетягивание каната и подъем на столб. Изо всех сил пытаются парни добыть призы. Кто для себя, а кто на девушку впечатление произвести. Юные самарцы от взрослых не отстают. Соревнуются между собой в самых невероятных способностях и талантах. А в избе Деда Мороза в это самое время важные гости – сама весна. И ребята, и взрослые могут встретиться с ней. Но пройти к домику не так-то просто. Сначала нужно преодолеть множество препятствий, разгадать загадки Емеля, перехитрить бабу Ягу и не заблудиться в лабиринте. И после всех испытаний – долгожданная встреча с весной. А в лесу подснежники расцвели. Расцвели. Ой, ты ясно, солнышко, посвети. Посвети. О-о-о. А вот и солнышко бы нам пришло. Как провожают самарцы зиму, с высоты 23 метров наблюдает огромное маслено. Конструкция поражает и своими грандиозными масштабами, и красотой. Вся площадь украшена в русском стиле, что задает особый характер народным гуляньям. Очень много людей сегодня на площади Куйбышева. Город постарался сделать так, чтобы здесь было очень интересно. Разные аттракционы, очень много сюрпризов для маленьких наших самарчан. Я тоже пришел сегодня с ребенком, с младшим, и он в восторге от того, что увидел сегодня на площади. Самарцы хорошо умеют отдыхать, хорошо праздновать и, соответственно, хорошо работать. Город заслуживает этого, и таких праздников, и таких замечательных мероприятий. Мы видим, как это востребовано. На площади развернулась настоящая народная ярмарка. Более ста мастеров Самары, а также Пензы, Ульяновска, Нижнего Новгорода представляют мини-шедевры народного творчества. И тут же проводят мастер-классы для всех желающих. «Щирокая Масленица удалась на славу. Празднуют ее в Самаре не только здесь, на площади Куйбышева, но и в отдаленных районах Самары. И из парка «Дружба» наш корреспондент Алина Чемерис. Я ей передаю слово. В парке «Дружба» тоже весело и многолюдно. Здесь Масленицу празднуют с самого утра. Вот он, главный символ – чучело Маслены. Здесь тоже очень много всего интересного. Давайте узнаем впечатления жителей. Как вам, Масленица? Здравствуйте. Здравствуйте. Замечательный праздник. Очень много молодых людей, счастливых лиц. Организаторы постарались. Пока одни наслаждаются музыкой в исполнении артистов самарских, другие участвуют в боях шапошных и учатся на ходулях стоять. На Руси таким незамысловатым способом обучали навыкам держать равновесие. Воин, будучи потом где-то в бою, то есть на хлипких мостах, либо еще на чем-то, то мог спокойно стоять. В принципе, удобно. Только лед, немножко лед, поэтому скользко. В парке работает и масленичный базар. Вкусные лакомства, изделия ручной работы, праздничные товары на любой лад. За творениями Алины Деминой очередь выстраивается. Ложить в красный угол, либо перед входом около дома, чтобы вся энергия плохая копилась на ней, в этой куколке. И потом на следующий год сжигалась. Либо просто загадывать желание можно и сжигать. Все, кто в этот солнечный день умудрились замерзнуть, могли полакомиться блинами и сладким чаем. Самовар, как и в древние времена, здесь дровами топит. Должны быть здесь дрова и должно все гореть. Чтобы жар шел и вода нагревалась. Пожалуйста. Вот, закипел. Можно использовать. На таких дровах и чай вкуснее, и вода слаще. До всех желающих забавы народные и игры подвижные. Игра русская, народная, поцелуйная. Золотые ворота. Два хоровода, мужской и женский. Вот они, те самые ворота. Когда заканчивается кричалка, они закрываются. И те, кто попался, целуются в щечку. Самой зрелищной частью праздника стал конный турнир. В умении хорошо держаться в седле соревновались свыше десятка юных спортсменов. Когда все барьеры были взяты, гуляния продолжились. Алина Чемерис, Марина Матвейшина, Василий Колдашов, Артем Сулайманов. События. Никогда не унывать, а всех блинами угощать наша редакция подвела итоги вкусного конкурса на самый лучший рецепт блинов в честь Масленицы. Зрители выкладывали свои оригинальные рецепты в социальные сети с хэштегами «Масленица Самара» и «Самара Гис». Зрительница Евгения Бовичева поделилась рецептом блинов без муки, а Ольга Ларина украсила кулинарные изделия своими стихами. Все подробности конкурса и рецепты ищите в нашей официальной группе ВКонтакте. Евгений отправляется в кофейню «Конфитюр», а Ольга смотреть кино в «Киновертикаль». Совсем скоро стартует конкурс к 8 марта. Следите за обновлениями. У православных христиан начался Великий пост, самый продолжительный и строгий в году. Он продлится 7 недель и завершится Пасхой 16 апреля. До этого дня православные соблюдают умеренность в еде, обходятся без мяса, яиц и молочных продуктов. В понедельник, среду и пятницу, самые строгие дни поста, рекомендуется есть овощи, фрукты, хлеб и пить воду. Во вторник и четверг горячую обезжиренную пищу, в субботу и воскресенье разрешено добавлять в еду масло и рыбу. А вот беременным, больным и людям, занятым тяжелым физическим трудом, советуют строгого поста не придерживаться. Великий пост – это, прежде всего, духовное очищение наше. Вот можно есть, например, солености. Вот у нас у всех есть в доме соленые огурцы, помидоры, перчики, леча. Мы делаем, да, заготовки, вот делаем осенью, и это все можно употреблять в пищу. Капустка соленая, значит, можно квашеная, там все салаты из капусты можно. Полторы тысячи человек в День защитника Отечества почтили память воинов, погибших на полях сражений. Церемония возложения цветов к вечному огню традиционно прошла на площади славы. В этот же день глава Самары Олег Фурсов вручил городскую награду участнику войн в Афганистане и Чечне Александру Ярославцеву. Подробнее – Валерия Макарова. Утром 23 февраля на площадь славы вышли полторы тысячи самарцев. Они несли цветы к вечному огню в память о тех, кто положил в свою жизнь в Великую Отечественную войну, афганскую, чеченскую. К рельефу скорбящей матери в одной колонии шли ветераны, первые лица области и города, представители духовенства, общественных организаций. Закончилась церемония минуты молчания. Вечная слава героям, погибшим защитникам Отечества. Вы знаете, в этот день я всегда вспоминаю Великую Отечественную войну и тех товарищей, с которыми я воевал. Мы стремились попасть первыми в бой, хотя мы знали, что каждую секунду мы можем потерять жизнь. Этот день особенный для ветерана Афгана и Чечни Александра Ярославцева. Он командовал легендарным 81-м мотострелковым полком, что в составе группировки «Север» участвовал в штурме Грозного. А 31 декабря 1994-го попал в окружение при выполнении боевой задачи. Тогда был ранен и сам командир Александр Ярославцев, после награжденного Орденом Мужества. Я иногда сравниваю на вокзале боевые действия, которые у нас происходили в Грозном, это с Брестской крепостью. Почему? Потому что они оказались у меня окруженными со всех сторон на вокзале. И там они со 131-й Майкопской бригадой, мой батальон первый, и Майкопская бригада один батальон, они сутки держались и дрались в полном окружении. С Днем Защитника Отечества военного лично поздравили глава Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андреянова. Хотим поблагодарить вас и вручить награду городскую за ту работу, которую вы проводите в городе, и по увековечиванию памяти своих коллег, и по воспитанию молодежи. Спасибо большое. Теперь рядом с боевыми наградами почетное место на Кителе займет и этот нагрудный знак за заслуги уже в мирное время. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Самара попала в рейтинг крупнейших городов России по стоимости жилья. На каком мы месте, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В начале недели нефть дорожает и уверенно приближается к отметке в 57 долларов за баррель. Валюта чуть подорожала. На 28 февраля Центробанк установил курс американской валюты на отметке 57 рублей 93 копейки, евро 61 рубль 25 копеек. Золото стоит 2286 рублей, серебро 33 рубля 6 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 58 рублей 50 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 70 копеек. В России занижена стоимость рабочей силы, оплата труда не соответствует квалификации кадров, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, на уровне МРОД в России зарплату получают почти 5 миллионов человек. Минимальный набор продуктов в стране подорожал на 1% и теперь составляет 3726 рублей, сообщил Росстат. А Самара заняла 22 место в рейтинге крупнейших городов страны по стоимости жилья. За 1 квадратный метр у нас в среднем отдают 59 тысяч рублей. Возглавила рейтинг Москва, где за 1 квадратный метр просит 204 тысячи. На этом все. Удачи в делах! Такое на Ленинградском вокзале не ожидал увидеть никто. Артисты Самарского театра оперы-балета исполнили партию из оперы «Россини» «Сивильский тирюльник». Для случайных зрителей это оказалось настоящим сюрпризом. Их не сразу обнаружили в толпе, а после исполнения артисты снова в ней растворились. Самарская труппу уже не в первый раз устраивает такие флешмобы, приятно удивляя окружающих. Напомнимо, артисты возвращались в гастроли из Москвы. На сцене музыкального театра имени Немировича Данченко, Самарский академический театр оперы-балета, показал оперу Шостаковича «Леди Магбет» Нценского уезда. Этот спектакль отмечен пятью номинациями на главную театральную премию страны «Золотая маска» как лучшая опера, а лучшая работа дирижера, режиссера и лучшее исполнение главных партий. Торжественное награждение победителя национальной премии состоится 19 апреля. И до этого времени еще два театра Самарской области блеснут в Москве. Это театр-студия «Грань» из Новокубышевска, который покажет свой корабль дураков в марте, и театр драмы имени Горького привезет в столицу историю лошади в начале апреля. А вот в начале марта в Самаре стартуют дни корейской культуры. Из южнокорейского города Тханьон приедет делегация. Их ждет концерт классической музыки в исполнении творческих коллективов Самары, выставка изделий прикладного искусства и презентация туристического потенциала двух городов Самары и Тханьона, которые называют городом художников и морских побед. Южная Корея – один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Несмотря на непростую международную обстановку, двум странам удалось сохранить динамику политического диалога и продолжить сотрудничество. Партнерские отношения двух городов длятся больше года. Весной и летом Самару посетила южнокорейская делегация, а осенью с ответным визитом в Южную Корею отправилась наша. Исторический концерт как воспоминание и как повод для гордости оркестр Самарской филармонии исполнил Седьмую симфонию Шостаковича. Это музыкальное произведение тесно связано с Самарой. Именно в нашем городе, тогда еще Куйбышеве, Дмитрий Шостакович написал четвертую, заключительную часть симфонии, и именно в Куйбышеве она была впервые исполнена в 1942 году. На юбилейном концерте побывала Олеся Корецкая. Концерт, пропитанный историей, открывает сюита из балета «Золотой век». Раннее произведение Дмитрия Шостаковича, тоже с темой столкновения советского и враждебного ему фашистского мира. В свое время вызвало немало споров среди критиков. Главное событие вечера – Седьмая симфония, Ленинградская. Завершенная в Куйбышеве, она была впервые исполнена здесь же и сразу облетела весь мир. Артур Тосканини, продирижировав этой симфонии, сказал, что народ, который способен создавать такую музыку, непобедим. И действительно, играя эту симфонию и слушая ее, мы понимаем, что в ней заключена огромная сила. Четыре части, каждая из которых передает трагедию Великой войны, страх перед захватчиками, борьбу и веру в победу. Вопреки расхожему выражению, когда говорили пушки, муза композитора не молчала, а кричала, говорят эксперты. Говорят, что вообще Шостакович написал эту симфонию. Не исключено, что даже до войны начало было положено. И якобы, как пишут искусствоведы, что даже и не теме войны она была посвящена, а теме вот этой тяжелой ситуации в Сталинской нашей стране. Это, конечно, спорный вопрос, но все-таки тем не менее такая точка зрения есть. Он настолько мне близок по эмоциям, по ощущениям. Вот просто, вот мой композитор. В холле филармонии, как иллюстрация к музыке, картина самарского художника Юрия Филиппова. Как и Дмитрия Шостаковича, его волновала тема насилия и военных угроз. Ну и отсюда появляются такие картины, появились такие картины, как «Гроза над Волгой», «Древние жигули», «Террористы и заложницы», «Терроризм» и «Седьмая симфония Шостаковича». «Седьмую симфонию» называют великим музыкальным и политическим событием. Она продолжает волновать мир. Музыка о борьбе с любым проявлением насилия по сей день остается актуальной. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Футбол в Самаре больше, чем футбол. Интеллектуальная игра с таким названием прошла в Самаре среди игроков, школьники и студенты колледжей. Это один из этапов большой акции «Самара ждет чемпионат», который проводит дирекции 2018. Свои знания о футболе проверил Андрей Горгуленко. Рубрика «Самара в игре» продолжит эфир. Команда «Фифасики» школы номер 149 знает о футбольном чемпионате мира все. И кто самый результативный игрок, и сколько раз родоначальники игры были чемпионами. Футболом ребят увлекаются давно, а потому вопросы интеллектуальной игры не стали для них сюрпризом. Вообще вопросы были не такие сложные, так как мы с друзьями очень хорошо разбираемся в футболе. В свое время сами тоже играли, поэтому все вопросы не создавали так особой сложности. Вопросы игры касались истории города, Самары, истории футбола и, конечно же, истории чемпионатов мира. Игра проходила в формате «Что, где, когда?». Вопрос, минута на размышления и, внимание, правильный ответ. Мы надеемся, что они получат удовольствие от процесса, и тем более, что это такое некое командообразующее мероприятие. Мы надеемся, что ребята сегодня отвечают на вопросы, а через полтора года будут принимать участие в качестве волонтеров во встрече гостей на территории нашего города. Победители игры, кроме призов, получили баллы в общий рейтинг. Впереди еще один этап в апреле. Квест по Самаре, итоги которого определяют, какая команда станет лучшей в общем зачете. Победителя назовут в мае. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Баскетболисты Самары провели последнюю домашнюю игру регулярного чемпионата Суперлиги. Теперь на парке Тэмтелл-ареной команда выйдет уже в плей-офф. Как складывалась игра против МБА, расскажет в новостях спорта Андрей Горгуленко. Баскетбольный клуб Самара на положительной ноте провел последние домашние игры регулярного чемпионата. Сначала волжане разгромили гостей Сургута 89-63, а затем в напряженной игре одолели МБА из Москвы 73-65. Всю встречу самарцы держали соперника на расстоянии и не позволяли подобраться ближе, чем на 5 очков. Догнать хозяев москвичам не позволила ужасная реализация трехочковых бросков. Один из 26-ти. Мы всю игру держали, и рисунок был, и ритм был. Забей свои мячи, причем там атаки были подготовленные, нормальные. Забей 2-3 мяча, и она по-другому пошла. Больше других в составе москвичей отличился форвард Сергей Торопов, который в прошлом сезоне играл за самарскую команду. Он стал самым результативным игроком во встрече, набрав 25 очков. Хотел победить, конечно, что-то и для себя доказать, и кому-то еще, может быть. У нас сейчас в команде немного такое время, что нужны победы, и они даются очень тяжело. С трудом далась победа в тот вечер и волжской команде. На последней минуте у Самары было преимущество 8 очков, которые баскетболисты едва не растеряли. Если команды, игроки сами не будут настраиваться на вот такие матчи, то в плей-оффе будет очень тяжело. Прежде всего, это настрой. А не так ждать, что вот сейчас игра закончится, мы выиграем. В регулярном чемпионате у самарцев остались три выездные встречи. В Рязани, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Волжане сейчас на третьем месте в турнирной таблице. И всего на одну победу отстают от лидеров из Новосибирска. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Всем удачи! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова